МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ирак. Раннее утро 30 марта 1940 года. Городок Хабания. Учебный аэродром британских ВВС. Английский локхит направляется в сторону СССР. Высота 7000 метров. Самолет делает круги над Баку. Около села Гавсан расположены буровые. Недалеко бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Сталина. Что за самолеты летали над Кавказом, в Москве узнали лишь спустя две недели. Достоверная информация пришла из Лондона. 20 апреля 1940 года. Немедленно. Полномочный представитель СССР в Великобритании Майский в наркомат иностранных дел. Два бомбооза были замаскированы от гражданских самолетов и снабжены фотоаппаратами. Один из этих самолетов совершил полет в Баку специально для фотографических съемок нефтепромыслов. Названный самолет вернулся в Лондон, привезя с собой удачно сделанные снимки Баку и районно-покрывающую площадь примерно 100 квадратных миль. Что означала эта разведка? Ведь только что Советский Союз подписал мирный договор с Финляндией. Новая война? Теперь уже с Англией. Германия. 1939 год. Третий рейх уже аннексировал Австрию, расчленил Чехословакию, готовится к сторожению в Польше. «Мои генералы ничего не знают об экономических аспектах войны», воскликнув однажды Гитлер. «Воевать быстро немцев заставляет дефицит топлива». Именно так рождается стратегия Блицкрига. Нефть – главное сырье 20 века. Без горючего не двинутся танки и самолеты. Генераторы не смогут вырабатывать электричество для радиопередатчиков или аккумуляторов на подводных лодках. Парадоксальная ситуация. Грядущая война – война моторов, а в Германии нет своей нефти. Поэтому для того, чтобы изготавливать горючее, они придумывают перерабатывать уголь. И вот это искусственное горючее обладало особенным запахом. И поэтому, например, во время войны наши разведчики определяли, что именно немецкая техника прошла по этому особому искусственному запаху. Угольным керосином заправляются и самолеты Люфтваффе. Гитлера не останавливает, что искусственное топливо значительно дороже натурального. На случай войны нацисты создают стратегические запасы горючего. Но для большой войны нужна большая нефть. В Европе крупнейший производитель этого сырья – Советский Союз. Однако Сталин к 1938 году прекратил поставки Третьему Рейху. В Гитлере он видит врага, а союзников пытается найти в Англии. Май 1939 года. Лондон. В парламенте обсуждается вопрос о заключении антигитлеровского пакта с Советским Союзом. Выступает Черчилль. «Я никак не могу понять, – говорит он, – каковы возражения против соглашения с Россией?» Премьер-министр Чемберлен в ответ ограничивается пустыми репликами. Цель Чемберлена – не договор с Советским Союзом, а пакт с Германией. Тайный эмиссар британского премьера уже передал немцам проект соглашения. Донесение немецкого посла в Великобритании Дирксона. Совершенно секретно. Великобритания обещает полностью уважать германские сферы интересов в восточной и юго-восточной Европе. Следствием этого было бы то, что Великобритания отказалась бы от гарантий, предоставленных ею некоторым государствам в германской сфере интересов. Свобода рук фашистской Германии в обмен на неприкосновенность с Британской империей. Вот суть предложения Чемберлена. Гитлер информирует своих генералов. Англичане бросят поляков на произвол судьбы точно так же, как они поступили с чехами. Но фюреру необходимо советское сырье. Нефть, зерно, металлы. Чтобы все это получить, надо сорвать англо-советские переговоры. Чемберлену было достаточно намека из Берлина, мол, Гитлер готов принять его предложение, чтобы переговоры с Москвой превратились в фарс. Что делает Париж и Лондон? Присылает в Москву двух старичков военных, которые не имели права ни подписывать какой-либо договор, ни тем более участвовать в конкретной выработке конкретных статей такого договора. То есть они приехали просто провести время. Переговоры были сорваны. Фюрер добился своего. Англо-советского союза не будет. И хотя Чемберлен по-прежнему надеется на договор с Германией, Гитлер обходит его на вираже. Он предлагает сделку Сталину. Тот, разочарованный в Англии, дает согласие. Смертельные враги СССР и Германия заключают пакт о ненападении. 23 августа в Центральном аэропорту в Москву прибыл министр иностранных дел Германии господин Йоахим фон Риббентроп. Договор о ненападении, заключенный в Советском Союзе, не только укрепит добрососедские и мирные отношения между обеими державами, но и послушает делу всеобщего укрепления мира. События развивались настолько стремительно, что нацистский флаг, положенный по протоколу для встречи, пришлось искать на Мосфильме. Это был реквизит для антифашистских фильмов. Переговоры шли три часа. В тот же вечер знаменитый пакт Молотова-Риббентропа был подписан. Визит гитлеровского министра закончился ночным банкетом. Кстати, такой же договор был подписан Берлином с Польшей, с Данией, еще с рядом стран. И он не являлся чем-то необычным, особенным, как сегодня пытаются представить. Нормальный договор о ненападении, только и всего. Да, имелись секретные статьи, но они бывают всегда при любом договоре, который решает столь важные проблемы. В наше время день подписания пакта Молотова-Риббентропа объявлен Европейским парламентом днем памяти жертв сталинизма и нацизма. В Европе предпочитают не вспоминать о секретных предложениях Чемберлена нацистам. Однако историческая правда такова. Попытки СССР заключить союз с западными демократиями потерпели фиаско. Англичане собственными руками отправили Сталина в объятие Гитлера. Теперь фюреру было нечего опасаться. Франция и Великобритания отличались тем, что у них нации не готовы были к войне. Они не готовы были сражаться полноценно, так как готовы были сражаться немцы или русские, или советские люди. Военная машина Франции была весьма ущербна. Теоретически она значительно отставала от фашистской Германии. По сути дела, французы, несмотря на совершенную боевую технику, остались в концептуальном отношении на уровне Первой мировой войны. В сентябре 1939 года мир увидел страшный лик Второй мировой войны – бомбежки. Огромное число жертв среди мирного населения. Фашистские летчики расстреливали эшелоны с людьми. Умиротворение Гитлера обернулось бойней. Когда 1 сентября 1939 года немцы нападают на Польшу, это оказывается шоком для практически всей Европы. Никто не ожидал, когда вся эта массированная армада танков, самолетов, кораблей двигалась на государство Восточной Европы. Европа не знала войны 20 лет, и более того, Европа верила, что она сделала все для того, чтобы второй такой большой мировой войны не будет. Чемберлен перед лицом бунт в парламенте. Палата общин требует поддержать Польшу. Премьер вынужден уступить. Англия, а вслед за ней и Франция, объявляют Гитлеру войну. Флот – главная надежда Британской империи. Под давлением общественного мнения военно-морским министром назначен Черчилль. Он не только бескомпромиссный противник умиротворения фашистов, но и главный политический соперник Чемберлена. Адмиралтейство оповещает все корабли. Уинстон вернулся. Первый раз этот пост Черчилль занимал четверть века назад. Еще в годы Первой мировой войны Черчилль, будучи лордом адмиралтейства, принимает принципиально важное решение для всей будущей истории. Казалось бы, он переводит английские корабли с угля на мазут. Таким образом нефть становится стратегическим товаром, потому что корабли, которые работают на мазуте, быстрее, мощнее и таким образом получают преимущество. С этого, наверное, момента нефть становится стратегическим товаром, и места добычи нефти становятся желанным куском для любой крупной державы. В начале 20 века нефть добывали по сути только США и Россия. Лишь позднее были открыты месторождения Ближнего Востока. Они достались англичанам. К концу 30-х годов у Британии крупнейший в Европе танкерный флот. А для Советского Союза уже в 30-е годы нефть главный источник валюты. В западной прессе советскую нефть называют краденой, ведь до 17-го года большая часть российских приисков принадлежала европейским компаниям. Большевики национализировали недра, но ни в Англии, ни во Франции с этим так и не смирились. Более того, нефтяносные районы СССР под пристальным вниманием англичан. И это не случайность. Изощренные умы английских политиков ищут способ превратить силу Советского Союза в его слабость и, похоже, находят. Министр снабжения Великобритании Гастингс Исмей, министру иностранных дел Эдварду Галифаксу. 31 октября 1939 года хранить в закрытом сейфе. Мне бы хотелось знать, исследовался ли Вами вопрос об уязвимости нефтяных источников СССР. Захват или разрушение противником любого крупного русского города, в частности Ленинграда, может оказаться сигналом для начала антикоммунистических выступлений внутри страны. Если уничтожить русские нефтепромыслы, нефти лишится не только Россия, но и любой союзник России, который надеется получить ее у этой страны. Ослабить Советский Союз значило переключить внимание Гитлера с Запада на Восток, с Англии и Франции на СССР. Поведение союзников на Германском фронте полностью укладывается в эту логику. С первых чисел сентября и Великобритания, и Франция находились в состоянии войны с Германией. Они, видите ли, вступились за маленькую беззащитную Польшу. Но почему-то не сделали ни одного выстрела в сторону Германии, чтобы облегчить положение поляков. Войны, по сути, нет. Французское командование создает в армии службу развлечений. Закуплено 10 тысяч футбольных мещей и в огромном количестве спиртные напитки. Английская авиация совершает рейды правды. Вместо бомб на германские города сыплются письма к немецкому народу. Решить Чемберлен во французский коллега Довадье действительно воевать с Гитлером, это стало бы для Германии катастрофой. Вся мощь вермахта обрушена на Польшу. Западную границу Германии прикрывают лишь 23 плохо вооруженных дивизий. Если французы выступят, они пройдут нас насквозь, говорят в те дни командующие немецкими войсками на Западе. Американские журналисты называют это странной войной, а немцы еще более пренебрежительно – войной сидячей. Молчание английских и французских пушек – открытое послание Гитлеру. И Чемберлен, и Довадье, которые все продолжали оставаться на своих постах, которым они явно не соответствовали, решили повернуть ход истории. Возьми, что хочешь, только не нападай на нас. Чехословакию хочешь – пожалуйста. Польшу – пожалуйста. А лучше вот Советский Союз. Огромная страна. Воевать тебе не перевоевать. Зато сколько получишь – а останешь от нас. Однако Германия пока не готова к большой схватке с Советским Союзом. Гитлер слишком сильно заинтересован в поставках советского сырья для создания стратегических резервов. А Советский Союз от немцев получает машины и новые технологии. Они считали, что русские инженеры тупые и не успеют понять, как это можно производить до того момента, когда Германия нападет на СССР. И поэтому считали, что ничего не изменит поставка вот этих образцов новейших вооружений. Вот про это люди, которые с пены у рта говорят, ах, мы поставляли хлеб, нефть и уголь немцам, воюющим, забывают, что в ответ мы получали оттуда. Вплоть до 22 июня, до начала войны. Торгуясь со своими сателлитами, Германия навязывала партнерам откровенное барахло, просроченные лекарства, пишущие машинки, даже губные гармошки. С Советским Союзом этот номер не прошел. Москву интересовало иное. Например, зенитные орудия. Те самые, которые фигурируют в любой кинохронике 41-го года. Их заказали у чешской «Шкоды». Однако после захвата Чехословакии немцы аннулировали военный контракт с Советским Союзом. И только вот поставки сырья позволили добиться того, что немцы все-таки вынуждены были выполнить эти поставки. Зениток, орудий, пушек различного калибра. Советско-германская торговля раздражает англичан и французов. В западной прессе особенно часто упоминаются поставки к Германию советской нефти. Ведь после подписания пакта о ненападении, три четверти советского нефтяного экспорта идет в третий рейд. Но для него эта доля была незначительной. А Советский Союз выгадывал лишние дни и месяцы для перевооружения армии. Более того, ни одно соглашение о поставках нефти в Германию не было выполнено полностью. Чиновники советского внешторга всегда могли сослаться на производственные трудности. В то время основным районом нефтедобычи в Советском Союзе это был Грозный, Майкоп и Баку. Вот именно из этих трех районов поставлялось 80% авиационного бензина, 90% керосина и горюче-смазочных материалов и где-то 96% дизельного топлива, основной крови для танковых моторов и тракторов. Грозный и Майкоп лишь подспорье для большой бакинской нефти. Выполнение плана по добыче партийное руководство Азербайджана обеспечивает драконовскими методами. Правда, растущей экономики Советского Союза нефти все равно не хватает. Проанализировав все имеющиеся данные, английские и французские специалисты по Советскому Союзу приходят к выводу. Бакинский нефтяной район стратегически весьма уязвим. Нефтепромыслы расположены неподалеку от границы, они легко доступны для авианалетов. И второй вывод. Баку – это сердце, которое качает черную кровь по всей советской экономике. Вырвать это сердце, как вырвать карбюратор из мотора, резюмируют аналитики. СССР будет обречен на экономический коллапс. Стратегических запасов топлива Советскому Союзу, по их расчетам, надолго не хватит. Если обеспечить достаточную секретность во время подготовки военной операции, русские ничего не успеют предпринять. Однако тайну сохранить не удалось. Советской разведке помогли французские болтуны. Париж. Ресторанчик неподалеку от здания Министерства обороны Франции. Один советский корреспондент случайно услышал разговор нескольких военных. Они оживленно обсуждали варианты военной операции на Кавказе. Так в Москве получают первые данные об идеях англичан и французов. Измемов руководителя советской контрразведки Павла Судоплатова. О планируемых ударах по нефтепромыслам Баку руководители страны знали из донесений разведок, военной и НКВД. Однако, к сожалению, наша разведка не смогла добыть точных данных о сроках бомбардировок Баку. Назывались и февраль, и начало марта 40-го года. Англичане нащупали Ахиллесову пяту Сталина. На первый взгляд, логично. СССР – союзник Германии, с которой англичане и французы находятся в состоянии войны. Однако Советский Союз никогда не был крупнейшим поставщиком нефти в Германию. Больше всего нефти продают Гитлеру Румыния и Америка. Соединенные Штаты Америки, как крупнейший экспортер нефти, были заинтересованы в расширении рынков сбыта, поэтому они поставляли нефть и Италии, и Германии еще в 30-е годы. Даже когда Италия вела войну в Эфиопии, ее считали агрессором, тем не менее, американцы продолжали эту нефть поставлять. Но вплоть до 41-го года американская нефть попадала и в Германию, потому что для этого использовалась перевалочная база на Канарах. Канарские острова принадлежали Испании, американские танкеры с нефтью шли туда, там эта нефть перегружалась, и та же самая американская нефть шла из Канарских островов в Германию. Февральский номер журнала Life за 40-й год размещает фотографию. Цистерны компании American Esseloop и British Cell перевозят нефть в немецкие города Гамбург и Вуперталь. Эта фотография сделана уже после того, как немцы вторглись в Польшу, после того, как Англия и Франция объявили Рейху войну. Из доклада американской военной разведки от 15 июля 1941 года. Компания Standard Oil поставляет нефть через Испанию. Примерно 20% этих поставок предназначены для фашистской Германии. До сих пор ни один из танкеров концерна Standard Oil не был торпедирован военно-морскими силами Германии. В то время как суда других американских компаний, действовавших на иных маршрутах, постигла такая участь. Американцы практически ничего не сделали, чтобы прекратить поставки нефти фашистам. В иных случаях они действовали гораздо решительнее. Нефтяная подоплека существует в взаимоотношениях Соединенных Штатов и Японии канун Второй мировой войны. Мы знаем, что война началась с нападения Японии на Пёрл, Харбор. Но предшествующее этому событие напрямую связано с нефтью. Потому что до этого всю нефть Япония, не имеющая своей нефть, получала от американцев. И американцы заморозили японские счета и прекратили поставку нефти Японии под предлогом ее агрессии в Китай. И вот нападение Японии было как раз реакцией на эти действия США. Впрочем, США вступили во Вторую мировую лишь в конце 41-го года. Осенью 39-го расклад сил совсем иной. Сталин считает, что вокруг Советского Союза сжимается кольцо. Военные предлагают отодвинуть границу от Ленинграда, крупнейшего промышленного центра страны. Обычные, даже не дальнобойные орудия смогут вести огонь из Финляндии по центру Питера. СССР предлагает финнам обмен территориями. Им обещают существенный кусок Советской Карелии, общей площадью вдвое больше. Позднее Черчилль писал, что он всегда был сторонником маленькой Финляндии. Но требования Советского Союза более чем справедливы, и финны не должны были упорствовать, а должны были нормально вести переговоры. Финны же категорически не хотели обсуждать вопрос о сдвиге границы на Карельском, перешейке на север. «Советский Союз предельно откровенен. Правда, пишет. Мы отбросим к черту всякую группу политических картежников и пойдем своей дорогой, несмотря ни на что. Мы обеспечим безопасность СССР, не глядя ни на что, ломая все и всяческие препятствия на пути к цели». 30 ноября 1939 года Советско-финская война началась. «Финляндия, Финляндия, siellä olisi kauniita flikuskia, mutta Suomen poika, musta sukka, meitä luimmimmassa, ei se päästä Suomen tytön luokse friiamassa. Аннет, Molotov, аннет, Molotov, valehtelit enempi kuin itse Bobrikov. Аннет, Molotov, аннет, Molotov, valehtelit enempi kuin itse Bobrikov. Эта бодрая песня звучит из всех финских радиоприемников. Англия и Франция обещают финам отправить на помощь 150 тысяч солдат. В Финляндии получает большое количество оружия и снаряжения. Для Красной Армии боевые действия начинаются крайне неудачно. Это подрывает на Западе веру в мощь советской военной машины. Многим уже кажется, что СССР – колосс на глиняных ногах, который рухнет, если его ударить посильнее. Как поделить добычу – с Гитлером или без него – можно решить позднее. Когда немцы шли на Чехословакию, это было прекрасно. Когда мы начали военные действия из Финляндии, мы оскорбили лучшие чувства Чемберлена и Даладье. И тогда они начали очень хитрую своеобразную игру, про которую сегодня на Западе, в Лондоне, в Париже не хотят вспоминать. 19 января 1940 года. Париж. Члены кабинета и руководство вооруженных сил Франции получают записку премьер-министра Даладье. Пока Советский Союз занят войной на Севере, в Финляндии, его можно атаковать на юге. Даладье предлагает направить в Черное море эскадру для блокады советских коммуникаций и обстрела с моря Батуми. Французский премьер понимает, что в одиночку начинать военную операцию против СССР невозможно. Он находит единомышленников в Лондоне. Англичане подходят к идее творческой. 24 января 1940 года Генштаб Англии представил военному кабинету меморандум. Главная стратегия войны. Мы можем оказывать эффективную помощь Финляндии лишь в том случае, если атакуем Россию по возможности с большего количества направлений. И что особенно важно, нанесем удар по Баку, району добычи нефти, чтобы вызвать серьезный государственный кризис в России. Начальник генерального штаба – генерал Айронсайт. По сути, это техническое задание по подготовке операций против СССР. Европейцы сочли необходимым поставить в известность о своих планах американских партнеров. Французский МИД сообщает американскому послу об идее своего премьера. Франция не станет разрывать дипломатических отношений с Советским Союзом или объявлять ему войну. Но она уничтожит Советский Союз при необходимости с помощью пушек. Операция против Советского Союза невозможна без содействия Турции. Она должна разрешить проход военных кораблей в Черное море и полеты над своей территорией. В Стамбул на переговоры прибывает командующий французскими войсками в Сирии генерал Вейган. Когда Гитлер оккупирует Францию, Вейган будет сотрудничать с немцами. И по его приказу военный трибунал заочно приговорит к смертной казни Шарля де Голля. О франко-турецких переговорах вскоре узнали в Москве. Турецкое правительство попыталось успокоить Сталина. 17 февраля 1940 года. Секретно. Военная Таше Турции сообщает, что для Англии наступление было бы возможным, если бы Турция открыла проливы для ее кораблей. Но этого Турция не сделает. Поскольку дружба СССР и Турции остается неизменной, то противникам ее ничего не остается, как печатать всевозможные клеветнические измышления. Военная Таше в Германии Камкор Пуркаев. Со стороны турок это чистой воды дезинформация. На самом деле все обстояло иначе. Турция усиливает свои войска на советской границе, закупает новейшее вооружение. Но ставку делают не только на оружие. Посол Британии доносит в Хорин офис. Турки предпринимают секретные меры по подготовке восстания в приграничных советских районах. В 1939-1940 годах руководство Турции клялось дружбе с Сталином. Велось с ним переговоры о нормализации отношений. А накануне войны тайно действовал против нас вместе с французами и немцами. Именно турки в декабре 1939 года сформировали так называемый Стамбульский совет конфедерации Кавказа. Во время Великой Отечественной члены этой конфедерации составят костяк созданного фашистами мусульманского батальона. Турция имеет виды на различные территории СССР. Министр иностранных дел Турции Сараджаглу приватно сообщает французскому послу. Проблем с проходом военных судов и пролетом самолетов не будет. В 1942-м, уже став премьером, Сараджаглу заявит немцам. Уничтожение России является подвигом, равный которому может быть совершен лишь раз в столетии. Русская проблема может быть решена только в том случае, если будет убита, по крайней мере, половина всех живущих в России русских. Сегодня в честь Сараджаглу назван домашний стадион одного из самых известных турецких футбольных клубов Фенербахча. 15 февраля 1940 года. Лондон. Премьер-министр Чемберлен выступает в палате общин по вопросу войны с Германией. Что бы ни делали другие, наше правительство никогда не будет подло нападать на женщин и других гражданских лиц, лишь для того, чтобы терроризировать их. Вскоре после того, как Чемберлен произнес эти слова, ему на стол ложится документ. Совершенно секретно. Военные последствия действий против России в 1940 году. Мы должны констатировать, что бомбежка на Кавказе, безусловно, вызовет значительные потери среди мирного населения. Но Чемберлен эти последствия не смущают. Напомним, Англия находится в состоянии войны не с Советским Союзом, а с Германией. Но когда некоторые депутаты британского парламента требуют применить зажигательные бомбы, дабы запах войны ощутили немцы, министр авиации заявляет, что это противоречит ГАГской конвенции и добавляет, этого делать нельзя, это частная собственность. Советские нефтепромыслы частной собственностью не были. Мой прекрасный город, солнечный Баку, стал ты лучшей песней... Этот город у теплого моря наверняка бы стал курортом, если бы не другое море. Под ним. Море нефти. Даже земля здесь пропитана нефтью. Ее добывают из фонтанирующих скважин. К 40-му году, к началу 40-го года, была уже в порядке общей индустриализации страны, была проведена модернизация нефтепромыслов. Металлические вышки, современное бурение и так далее, и так далее. Но от старого, от старых технологий остались в огромном количестве деревянные нефтяные вышки и остались нефтехранилища. Это котлованы, вырытые в земле общей площадью, там в гектары они исчислялись. И заполнены были сырой нефтью. Иногда эти открытые нефтехранилища прорывают, и черная жидкость течет потоками. Почти все нефтеперегонные и нефтеперерабатывающие заводы скучились в одном месте, на северном берегу Бакинской бухты. Идеальный объект для бомбежки. В Баку нефть везде. Она просачивается в канализацию, проступает на поверхности. В случае пожара, бомбили и фугасными, и зажигательными бомбами, планировали бомбить, там начинался какой-то невероятный гомерический пожар. Должна была гореть земля, огонь должен был распространяться и вниз до нефтяных пластов, и вверх должны были подниматься колонны теплого воздуха, захватывая с собой продукты горения. В результате должны были идти кислотные дожди, которые уничтожали все живое. Советский Союз запрашивает у Соединенных Штатов специалистов по тушению нефтепромыслов. Ответ американцев. Почва тех мест настолько пропитана нефтью, что пожар будет распространяться с большой скоростью и перейдет на другие месторождения. По их мнению, тушение займет несколько месяцев. На восстановление добычи уйдут годы. Англичане и французы, по сути, планируют устроить генеральную репетицию Хиросимы. Март 1940 года. Последние дни Советско-финской войны. В Москве уже идут мирные переговоры, однако боевые действия еще продолжаются. Несмотря на это, нарком обороны Климент Ворошилов неожиданно вылетает за тысячи километров от фронта. Самолет приземляется в столице Советского Азербайджана. Баку для Ворошилова город особый. Здесь он познакомился со Сталиным. Ворошилов инспектирует объекты ПВО, посещает нефтепромыслы, задает множество вопросов. Результатами инспекции нарком остался доволен. После возвращения в Москву Ворошилов направляется в Кремль. В кабинет Сталина он входит четверть первого ночи. Примерно 15 минут Ворошилов докладывает генсеку о результатах своей инспекции один на один. Затем в кабинет Сталина вызваны руководители генштаба. Обороной Сталин решил не ограничиваться. В ответ на бомбежки СССР необходимо нанести удары по английским и французским базам на Ближнем Востоке. И, наконец, Сталин ставит почти невероятную задачу – атаковать британскую эскадру в Александрии, разрушить шлюзы Суэцкого канала и парализовать британское судоходство. Вскоре командиры полков получили полетные задания. Штурманы приступили к прокладке маршрутов. Наш ответ – Чемберлену. Англичане и французы пока и не подозревают о том, какие планы существуют в Берлине. Пока они сосредотачивают свои силы для операций против СССР, Гитлер продолжает действовать. Немецкий генеральный штаб разрабатывает план Гельб – операцию на Западе против Англии и Франции. Гитлер играл с этими двумя странами как профессиональный кот. Он им позволял где-то бегать, зная, что один удар лапой и мышки нет. Он дал им потешить себя. Пусть собираются в Финляндию, пусть собираются бомбить Баку, пусть занимаются глупостями, а оставят фронт без присмотра. 8 марта 1940 года. Лондон. Английский комитет начальников штабов представляет правительству новый документ. Совершенно секретно. Уничтожение основных нефтеперерабатывающих заводов может быть достигнуто путем непрерывных операций в течение нескольких недель силами не менее чем трех бомбардировочных эскадриль. Три эскадрильи самолетов Бленхейн МК-4 могут быть предоставлены из сил Метрополии. Если все подготовительные работы будут осуществлены сразу, они к концу апреля будут готовы к действию СБАС в Северном Ираке или Сирии. 12 марта подписан мир Советского Союза с Финляндией. Зимняя война закончена. Нужды в бомбардировках советских нефтедобывающих районов больше нет. Однако в планы Даладье и Чемберлена это не укладывается. Даладье фактически требует от Финляндии продолжать войну с Советами. Аргументы Сталина – танки и самолеты – оказались сильнее. Окончивается Советско-финская война. Окончивается, в общем-то, достойно и для нас, и для финнов. Наступает мир. Но это не устраивает ястребов в Англии и во Франции, которые требуют продолжения войны, требуют, чтобы она расширялась. Начинается политический кризис и там, и там. В результате во Франции уходит правительство Даладье, приходит правительство Рейно, которому уже в силу выданных авансов надо доказывать, что он очень крутой, он будет сражаться, он еще покажет этим русским и так далее. Правительство Чемберлена устояло. Однако стало ясно, что англичане и французы устали от странной войны и требуют хоть каких-то решительных действий. Поскольку вести настоящую войну с Гитлером в Лондоне и Париже опасаются, подготовка к Кавказской операции получает новый импульс. Премьер-министр Французской республики Поль Рейно, премьер-министру Невилу Чемберлену. Решительные операции на Черном и Каспийском морях необходимы союзникам не только для того, чтобы сократить снабжение Германии нефтью, но и в первую очередь парализовать всю экономику СССР до того, как Рейху удастся использовать ее в своих интересах. Отсутствие состояния войны между союзниками и Россией возможно будет рассматриваться английским правительством как препятствие для таких действий. Французское правительство не отрицает это препятствие, но считает, что нам не следует колебаться и если нужно, взять на себя ответственность за разрыв с Россией. Получив указания политиков, английские и французские военные от общих идей приступили к выработке оперативных планов. Франция предполагала выделить где-то порядка от 70 до 100 своих дальних бомбардировщиков и где-то порядка 36-40 машин предполагала выделить в Великобританию. Это машины типа Бристоли, Бринхейм, МК-4. Правда выяснилось, что французские бомбардировщики могли бомбить только Батуми. До Баку их машины не дотягивали. Начальник английского генштаба Айронсайт с обидой написал в дневнике «Все должно быть сделано нами, с малой и неопределенной помощью французов». Но главное сделано. Цели определены. Баку, Грозный, Батуми. Достигнуть их с территории Ирака, севера Ирака или севера Сирии не представляло никакого труда для авиации того времени. К примеру, это было вполне достижимо для британских бомбардировщиков Бристоль. Мощных, сильных, Ланкастер. Они вполне могли вылететь с территории Сирии или Ирака, отбомбиться над Баку и вернуться назад. Этот план получает название РИП. По-французски это Россия, индустрия, нефть. Такая же английская аббревиатура расшифровывается так. «Rest in peace» – «Покойся с миром». Именно эти буквы в англоязычных странах пишут на могилах. В течение 45 дней 9 эскадрильи бомбардировщиков, а это 100 самолетов, должны разрушить до основания 67 нефтеперегонных заводов в Баку, 43 в Грозном, 12 в Батуми. План предусматривает уничтожение нефтепровода от нефтепромыслов на Каспии до терминала в Потино-Черном море. За каждый вылет они должны были сбросить до 70 тонн бомб. Дальние бомбардировщики занимают особое место в британских ВВС. Еще в 1938 году англичане установили на бомбардировщике абсолютный мировой рекорд дальности полета, продержавшийся вплоть до 45-го. В Англии была принята доктрина воздушного устрашения. Великобритания вообще не готовилась к сухопутной войне. Ее сухопутные силы были очень немногочислены, насчитывали не более 15 дивизий. Для сравнения, в Советском Союзе их было около 180. У Германии где-то было тоже около 190-200 к началу нападения на Советский Союз. И главной мощью Британии это был флот и авиация. В годы Второй мировой британцы показали, на что способен их воздушный флот. Это Дрезден. Британская авиация в 45-м году так отбомбила город, что в нем началась огненная буря. Погибло 55 тысяч человек. Но Дрезден бомбили два дня, а не полтора месяца подряд, как собирались бомбить Баку. Единственная проблема заключалась в том, что требовалось доставить эти бомбардировщики на Ближний Восток и во-вторых, достать карты, без которых летать и бомбить невозможно. Можно случайно сбросить бомбы на Тегеран, Эрзерум, еще какие-то города, не поняв, где ты находишься. В марте англичане совершили два разведывательных полета над Советским Союзом. Вначале фотографировали территорию Азербайджана. Советское ПВО ничего даже не заметило. Спустя шесть дней разведакция повторилась над Грузией. В Москву приходят донесения Народному комиссару внутренних дел СССР Берии. 5 апреля в 11.15 на высоте 2000 метров перелетел границу из Турции один двухмоторный самолет серебристой окраски. Опознавательные знаки не определены. Самолет был обстрелян четырьмя артиллерийскими выстрелами, после чего взял курс на Батумский нефтеперегонный завод. Будучи вторично обстрелян, самолет скрылся в Турцию. Турецкому пограничному комиссару заявляется протест. Комкор Масленников. Для советской противовоздушной обороны разведывательные полеты англичан обернулись полным конфузом. При том, что закавказское ПВО по оснащению стояло на третьем месте в стране после Москвы и Ленинграда. А ведь пролет самолета-шпиона не только разведка, но и проверка советской противовоздушной обороны. Существует акт приемки наркомата обороны от Ворошилова Тимошенко. И в этом акте в разделе противовоздушной обороны написано о том, что силы ПВО находятся в ужасном состоянии. Пушки, например, зенитные пушки образца 1915 года. Прожекторный парк недостаточно. И это датировано 7 мая 1940 года. Что мы видим? Первый полет остался вообще незамеченным. Пролет над Батуми заметили, обстреляли, но неудачно. На перехват же не был поднят ни один самолет. Однако в Москве поняли, что англо-французские союзники переходят к практическим действиям. Значит, были подготовлены самолеты для удара, была разработана операция, были проведены разведывательные полеты, аэрофотосъемка, экипажи были обучены ночному бомбометанию по вспышкам пожаров и взрывам на земле. Были уже отработаны все детали операции, и она должна была начаться 15 мая 1940 года. Союзники верили, что с Германией их разделяет неприступная линия Мажино. Однако опасность для Англии и Франции все же сохранялась. Рецепт спасения союзников был прост. Если сдавить горло русским, Гитлер немедленно обрушится на Советский Союз. Вот этими своими действиями стремились только к одному. Показать Гитлеру, что воевать нужно не на Западном фронте, безмолвном, неподвижном, где идет странная война. Этот термин придумали на Западе. Не мы. А вот куда нужно идти воевать после захвата Польши, это Советский Союз. И здесь мы вам поможем. Вот поможем Финляндии выстоять, поможем, уничтожив нефтепромыслы Баку. Только давайте, ребята, действуйте. Вперед на восток. 6 мая 1940 года в Азербайджане открыт канал имени Сталина. Его вода позволит СССР получать дополнительные тысячи тонн хлопка. Люди празднуют окончание стройки. По Самур-Девичинскому каналу имени Сталина впервые пущена вода. Канал длиной в 110 километров построили 30 тысяч колхозников всего за полгода. В Азербайджане большой народный праздник. Никто из собравшихся под жарким кавказским небом не знает, что через 9 дней в этом небе должны появиться десятки бомбардировщиков. 10 мая 1940 года Рейно звонит Черчиллю и сообщает, что Франция полностью готова начать войну против Советского Союза, готова бомбардировать Баку и разворачивать боевые действия. Но именно 10 числа по иронии судьбы заканчивается странная война и начинается наступление немцев. Гитлер двинул свои танки на запад. Немцы захватили все стратегические запасы союзников. Больше, чем могли израсходовать. Поэтому недостатка топлива немецкие танки не испытывали. Когда заканчивается странная война, мы знаем, что немцы идут в обход укрепленных линий Франции и занимают Голландию. Мы знаем, что это вроде бы хитрый стратегический шаг с точки зрения обхода укрепленной линии, но здесь есть еще и вторая составляющая. Дело в том, что Голландия контролирует нефтяные разработки в Индонезии. И вывести Голландию из игры, это значит получить контроль над нефтью в Индонезии. В день, когда немцы начали военные действия, политический банкрот Чемберлен был отправлен в отставку. Премьер-министром Великобритании стал Черчилль. А гитлеровские войска триумфально входят в столицу поверженной Франции. На Эйфел-турме будет рейхскригсфлага Армия Гударя нашла, как горячий нож в масло, не встречая сопротивление. Никаких же боев не было на Западном фронте. Немцам нужно было столько времени для победы, сколько требовалось пройти танковым колоннам от границы до Парижа. И все. Во Франции немецкие солдаты находят вагон, брошенный в суматохе отступления офицерами французского генштаба. В нем архивы Верховного командования и среди них документы с планом войны против СССР. Немцы с удовольствием передают их в Москву. Риббентроп Сталину. Советский нефтяной центр в Баку и нефтепорт в Батуми несомненно уже в этом году сделали бы жертвой британских покушений. Если бы разгром Франции и изгнание английской армии из Европы не сломили бы английский дух нападения как таковой и не положили бы внезапный конец всем этим махинациям. В Москве с интересом изучают эти документы их подлинность никто не оспаривает. План был выполнен все подразделения полностью подготовлены военные ждали только окончательного приказа если бы приказ был отдан мировая история пошла бы иным путем. Пакт о ненападении между Советским Союзом и Фашистской Германией мог бы превратиться уже в военно-политический союз поскольку бы не только Фашистская Германия уже находилась в войне против Франции и Великобритании но и Советский Союз стал бы жертвой агрессии Франции и Великобритании он бы вынужден был защищаться от Франции и Великобритании и тогда Фашистская Германия получил бы в тылу всю мощь и сырьевую абсолютно гарантированно разнесла бы и Францию не остановившись под ее полной оккупацией и высадилась бы в Великобритании Действительно изобилие советской нефти немецкий промышленный потенциал мощной армии людские резервы эта коалиция была бы страшной силой которой в Европе никто не мог бы противостоять однако английские планы бомбежек советских территорий не были похоронены еще в январе 1941 года Черчилль пишет турецкому премьеру о том что он не уверен в том какую позицию займет Советский Союз поэтому он крайне заинтересован в том чтобы на турецких авиабазах находились английские самолеты готовые бомбить советские нефтепромыслы в Баку это не значит что он готов бомбить но он готов попугать Советский Союз для того чтобы угроза этих бомбардировок сориентировал Советский Союз в правильном соответственно нужном Великобритании направлении За два дня до начала Великой Отечественной войны советская разведка получает сообщение от резидентуры в Лондоне Совершенно секретно 20 июня 1941 года англичане усиливают свои приготовления к бомбардировке Баку 16 июня под председательством Черчилля состоялось очередное заседание комитета имперской обороны Черчилль настаивал на скорейшем завершении всех приготовлений к бомбардировке Баку что является одной из его идей фикс в настоящее время Англия не оставляет надежды стравить Германию с советами неудивительно что Сталин не верил сообщениям англичан о подготовке гитлеровского нападения на СССР считал их акацией советский вождь понимал у Англии есть только один шанс на выживание война Германии с Советским Союзом 22 июня 41 года в 4.00 помощник Черчилля получил сообщение Германия напала на СССР но сэр Уинстон строго запретил будить его раньше в 8 часов утра что бы ни случилось исключение могло быть только одно высадка немцев на острове в данном случае речь шла о другом поэтому о немецком ударе премьер-министр Великобритании узнал лишь 4 часа спустя ровно в 8.00 22 июня 41 года и сказал теперь Англия спасена а Советскому Союзу предстояли 1418 дней Великой Отечественной войны Субтитры создавал DimaTorzok